13 августа на озере Большие стропы был открыт пляж для людей с ограниченными возможностями. Этого момента уже несколько лет ждали многие договпилчане с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидностью по зрению. Теперь они смогут наслаждаться водными процедурами в комфортных и безопасных условиях. Идея о создании такого пляжа в нашем городе родилась более пяти лет назад. И благодаря привлечению финансирования самоуправления, ее наконец удалось притворить в жизнь. В рамках строительного проекта у здания бывшей спасательной станции установлена оборудованная для людей с проблемами передвижения кабинка для переодевания, автоматизированный подгонник, при помощи которого они могут самостоятельно опуститься в воду и подняться назад, а также спуск с поручнями для слабовидящих и незрячих. Это особенно важно, так как неподалеку от центрального пляжа находится микрорайон общества слепых, где проживает много людей с нарушениями зрения. На данный момент в Далгополсе более 8 тысяч людей с инвалидностью. Те, кому на собственном опыте пришлось познать все тяготы жизни человека с ограниченными возможностями, высоко оценивают социальную ценность этого проекта. Получалось раньше, что посмотришь на озеро со стороны, позавидуешь чуть-чуть, что все купаются. Кто может все равно купался, я не скажу, что мы раньше нигде не плавали. Бывали, ну просто надо всегда брать помощника кого-то и просить его, чтобы он помог там опуститься в воду, потом чтобы он тебя вытащил или даже вдвоем вытаскивали, у меня там бывало. Сейчас это будет все намного проще. Приехал, когда хорошая погода, пульт взял, сел, скупнулся, получил удовольствие и поехал домой спокойно. Уже несколько лет назад зашла речь о том, что на этом пляже надо что-то такое сделать на европейском уровне. То есть высококлассно, не просто какой-нибудь там спуск, да, только чтобы такой был профессиональный, такой многофункциональный. Тоже не только для людей, кто в колясках, да, либо там с проблемой подвижности. Тут же и для слепых тоже будет все удобно. Есть, то есть и спасатели всегда рядом. Ну, я думаю, если этот проект зайдет, то он будет очень популярный. Да, и тут будет, я думаю, даже может быть когда-нибудь и очередь, пускай небольшая, но будет. Я думаю, и это тем более еще сплотит вот это вот наше общество, да, инвалидное. То, что вместе можно приехать, вместе увидеться, на солнышке посидеть. То есть, ну, не только где-нибудь, а вот еще один объект, где мы можем собраться и провести вместе время. Благоустройство стропской зоны отдыха и приспособление инфраструктуры пляжа для нужд разных категорий отдыхающих в этом году удостоилось высокой оценки со стороны комиссии по присуждению знака качества «Синий флаг». В этом сезоне в здании бывшей спасательной станции начал работать санузел, приспособленный для людей в инвалидных колясках. Созданный для них пляж продолжат благоустраивать, дополняя новыми элементами. Ну, в первую очередь, надо сказать очень большое спасибо тем общественным организациям, которые указали и на необходимость такого места, и на целый ряд нюансов, как сделать доступным Стропского озера для жителей с ограниченными возможностями, и как больше приспособить эту инфраструктуру так, чтобы она бы доставляла бы еще больше комфорта. Это место становится в том числе и привлекательным тем, что оно доступно абсолютно для всех категорий наших жителей и наших гостей. Это является одним из элементов развития Строп в целом. Параллельно для людей с ограниченными возможностями будет подготовлена зеленая зона, дополнительно Стропской променад будет развиваться, будет удлиняться, создаваться дополнительные, в том числе и стояночные места для людей с ограниченными возможностями. Мы пытаемся создать абсолютно открытое, доступное, развитое место для всего нашего многогранного города, и такие проекты делают просто нас еще более сплоченными. Лето продолжает баловать жаркой погодой, и Даугавпилс приглашает наслаждаться отдыхом на природе как местных жителей, так и гостей изо всех уголков Латвии. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.